В целом мы обладаем полной базой необходимых знаний, чтобы подойти к созданию готового продукта, то есть базы знаний в апсиде. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Как писать заметки вы уже знаете, осталось выяснить как их структурировать. Тут есть два подхода. Раскладывать все изначально скурпулезно по папкам, либо валить все в одну кучу, а потом пользоваться поиском и грамотно прописанными тегами. Начнем с папок. Тем более, что два эти подхода можно удачно совмещать. Значит так. Тут можно создавать под папки, правая кнопка мыши, создать папку и название. Ну пока логично и естественно. Не буду фантазировать с наполнением, у меня есть видеоотдел, соответственно нужна база по темам роликов и скажем сотрудники. Единственное, если вы сейчас создадите новый файл, он создаст его не в этой папке, а непонятно где. В четвертом уроке мы установили в настройках, что создавать файл нужно в той же папке, что и открытый. А у нас пока ничего не открыто. Давайте воспользуемся поиском. Поиск тут бомбический, но про него подробнее расскажу позже. Нашли и показать в файловом менеджере. Переносим. Соответственно, если мы создадим следующий файл, мы создадим его уже в этой папке. Чтобы избежать этой непонятности, можно создавать через правую кнопку мыши и вот тут новая заметка. Он создаст заметку сразу в этой папке. Если говорить о сотрудниках, давайте создадим отдельную страницу для редакции. Так, ну поехали. Карточки. Значит сюда я заношу список тем, по которым хочу сделать карточки. Это 30-секундное видео для соцсетей. Сделаем это, например, маркированным списком. Вот такие темы у нас на ближайшее время. Выглядит вот так. Напомню, переключение во Viewer горячей клавиши Ctrl-E. Не очень удобно. Что-то я сделаю. Это надо будет либо удалять отсюда, либо как-то помечать как сделанное. Поэтому преобразуем это в To-Do List. Вот, теперь сделанное можно просто зачеркивать. Ну окей. Что делать, например, если я хочу добавить какую-то информацию по теме. У меня такое бывает, что я на берегу уже знаю, про что нужно сказать, на что обратить внимание. Какие-то примечания от редакции. Самое простое — создать новую страницу. И это логика Obsidian. Такая же, собственно, как у Wiki. Создание новой страницы — это не плохо, а хорошо. Она не усложняет базу, а упрощает. В Obsidian, в отличие от Wiki, очень хорошо продуктивно, на путешествие по перелинкованным страницам за счет вкладки «Ссылающиеся страницы», тегов, ну и поиска. Да и создавать страницы — тут одно удовольствие. Можно создавать страницы постфактум, но проще прямо, когда вы печатаете поставить двойные скобки и продолжать печатать. Где в сигнал хранятся файлы? Хранятся файлы станут после того, как вы нажмете Enter новой страницей с таким названием. Причем, видите, такой файл уже есть, поэтому давайте добавим мультимедийный. Все, нажали Enter. Страница как бы не создалась, но на самом деле она создалась, просто по ней надо перейти. Поэтому лучше создавать страницы вот так. Опять же, двойные квадратные скобки, название, но не просто Enter, а Ctrl-Enter. Тогда он создает файл и сразу открывает его в дополнительном окне. Ну и соответственно, тут вы сразу пишете, что собирались писать. А в готовом виде это выглядит так. Список тем, если вы хотите посмотреть пояснение, просто переходите. Вернуться обратно к списку тем, либо стрелочки вверху, либо здесь в боковой панели показаны ссылающиеся страницы. Вообще, вот эта панель очень удобная. Еще видите, там подсвечивается красиво, но все файлы у вас валятся в эту папку в темы. Со временем тут будет уже гора, в которой будет сложно найти нужный файл. Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл ввести систему префиксов. Так как сортирует файлы он по алфавиту, можно, конечно, выставить другое, но по алфавиту вполне нормально. Так вот, добавив к существующим файлам префикс 0 или 2 0 или 3 0, мы всегда будем иметь их вверху списка. Какому-то файлу можно дать префикс 01, он будет ниже, чем нулевые. Ну, то есть это аналог прикрепить в Telegram, но еще и с возможностью соблюдать иерархию. А еще нулевые файлы у вас будут всегда подсознательно выделяться как более важные. Ну и никто не мешает вам при этом создавать под папки, если файлов много. Лишним это не будет, но мне кажется, что достаточно прикрепить вверху 10 основных страниц с нулевым индексом, а что там под ними происходит, в общем-то, и не важно. Навигацию в этом массиве второстепенных файлов вы уже будете осуществлять по ссылкам из основных страниц, а также с помощью поиска и тегов, о которых мы поговорим в следующем видео.